Корнеленко снова берет мяч, пытается обозрять игру подкат. Штранцлер хорош, но вот что подкупает в действиях этого белорусского нападающего, то что постоянно он нагнетает, постоянно бежит вперед, борется, бьется, ни на секунду не останавливается. Вообще, белорусский футбол на подъеме в последние несколько лет, и именно такого плана там игроки ценятся. Велитон. Постоянно с Юйкичем они падают, поднимаются. Один не хочет пропустить соперника вперед, другой хочет это сделать. Передача неплохая на Алекса, развернулся быстро, подал с правой ноги удар, один-один. Или офсайд. Артем Дзюба, едва ли не первый раз в этом матче, оказался на позиции центрального нападающего, посмотрите, как это сработало. Ну и передача Алекса, хорошо. И развернул здорово, ну и передачу исполнил, когда никто не мешал ему, просто блистательно. Один-один. Спартак отыгрался так же внешне легко, как какими-то минутами ранее внешне легко. И Томь вышла вперед в этой игре. Вы смотрите, ошибка, конечно. Центральных защитников два игрока держат пустую зону. Играют глядя на мяч. Не обращая внимания ни малейшего на то, что они за спиной. И вот то, что разыграл очень быстро. Спартак мяч в этой ситуации, да. Спартак мяч в этой ситуации.